МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кросс-наций уже не тот. Традиционный всероссийский забег в Чебоксарах пройдет по-новому. Платить или не платить? Родители могут быть спокойны. Продленка в чебоксарских школах останется бесплатной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатьев принял участие в заседании Государственного совета Российской Федерации. Основная тема заседания – развитие отечественного бизнеса и повышение его конкурентоспособности на мировом рынке в условиях членства России ВТО. Присоединение России в 2012 году к торговой организации резко повысило планку требований к национальной конкурентоспособности. Наша страна стала вести торговлю по общепринятым международным правилам и получила возможность более эффективно отстаивать интересы российских компаний. Однако в последние месяцы ситуация меняется, отметил на заседании Владимир Путин. Введенные против нашей страны ограничения – это не что иное, как отказ от базовых принципов ВТО некоторыми нашими партнерами. Нарушается принцип равенства условий доступа всех стран и участников экономической деятельности стран к рынкам товаров и услуг. Игнорируется режим наибольшего благоприятствования в торговле и принцип справедливой и свободной конкуренции. Делается это всё политизировано, без всякого соблюдения общепризнанных норм той самой Всемирной торговой организации, о которой я только что говорил. Фактически группа стран в одностороннем порядке позволила себе зачеркнуть эти и ряд других принципов и правил ВТО для России, которая входит в число шести крупнейших экономик мира. Правительство страны и главы регионов обсудили последствия введения иностранных санкций и предложения по урегулированию ситуации. Из Чувашии в Пензу, из Пензы в Чувашию. Во время недавнего визита глава республики Михаил Игнатьев и губернатор области Василий Бочкарёв договорились о взаимном товарообмене. Какая продукция заинтересовала чувашскую делегацию и готовы ли пензенские предприниматели удовлетворить спрос, расскажет мой коллега Дмитрий Ковалёв. В Чувашии деликатесы из мяса индейки пока реализуют только федеральные сети. Но уже в ближайшее время жителям республики эти продукты станут доступнее в разы. Причём глава региона Михаил Игнатьев заявил, что поставлять их будут не только на прилавке магазинов. Самая главная наша задача теперь психологически приучить людей, чтобы они питались этим здоровым, качественным питанием. От этого зависит здоровье наших детей прежде всего. Я буду принимать все меры для того, чтобы данная продукция появлялась и в детских садах, и в обсуждательных школах. Специалисты-диетологи уже давно доказали, что мясо индейки невероятно полезно. В нём содержится большое количество минеральных веществ – железо и натрий, фосфор и калий. После введённого запрета на ввоз иностранных продуктов любители индюшатины не должны почувствовать себя обделёнными. Завод в городе Пенза – самый крупный поставщик этого мяса в Поволжье. Постепенно здесь наращивают объёмы производства деликатесов. Чувашской делегации показали полный цикл – инкубатор, ферму для откорма птицы и основной конвейер. Вообще, в условиях эмбарго просто необходимо продвигать на потребительский рынок качественные продукты. Только так возможно пресечь работу нечестных бизнесменов, которые повышают цены на продукты. Каждому региону не надо стараться производить всё, то, что хотим производить и желаем производить. Ибо они специализировались, допустим, на данном виде продукции. Это очень здорово и это очень правильно, значит, это самое. Мы на других видах продукции и взаимообмен, купля-продажа от спроса и предложения, наши предприниматели, они уже сами на своём уровне работают. Наша задача, задача органов власти – создать наиболее благоприятную среду для ведения бизнеса и появления продукции на потребительском рынке. Дмитрий Ковалёв и Александр Петров. Республика. Из Пензенской области. Как сохранить здоровье школьников? Эта тема стала главной сегодня на заседании Объединённой коллегии Минздрава и Министерства образования Республики. Обсуждали новые направления работы в этой области. Дети должны быть не только образованными, но и здоровыми. Сейчас ежегодно проводится углубленная диспансеризация – специальные медосмотры. Они показывают, что ребят с проблемами со зрением и опорно-двигательным аппаратом становится больше. В этой ситуации медики и педагоги пытаются объединить свои усилия. Чтобы не допустить ухудшения здоровья будущих призывников и матерей, организован бригадный метод работы. Составлен график выездов в образовательные учреждения врачебно-сестринских и прививочных бригад. Министр здравоохранения Республики Алла Самойлова напомнила, что каждая организация обязана иметь свой профиль здоровья, где должны быть отражены меры, предпринимаемые в коллективе для поддержания здоровья и формирования здорового образа жизни. В качестве изучения общественного мнения сейчас на сайте районов и городов Республики выложены анкеты. Ответы на вопросы помогут выработать новые шаги по укреплению и сохранению здоровья. Родители школьников Чувашии наконец-то могут вздохнуть с облегчением. Продленка в чебоксарских школах останется бесплатной. В начале этого года появилась информация о том, что продленки для детей станут платными. Все дело в трактовке положений нового закона об образовании, по которому группы продленного дня относятся к услугам по содержанию ребенка. А государство гарантирует только бесплатные образовательные услуги. Перевод школьной продленки на платную основу массово происходит пока только в Москве. Продленка вручает очень многих родителей, позволяя им работать. Ее однозначно нужно делать бесплатной, тем более что российский министр образования Ливанов уверяет, что деньги выделяются и их хватает. А раз бюджетные деньги выделяются, то получается, что родители оплачивают эту продленку дважды. Сначала своими налогами в бюджет, а потом еще и наличными. Руководители управления образования администрации города Чебоксары считают, что никаких оснований для введения платы за посещение групп продленного дня у школ нет. Финансирование школ осталось на необходимом уровне. Нормативы, которые получают школу на каждого ученика, позволяют оставить продленку бесплатной. В основном оплата ГПД происходит в Москве и Московской области. Стоимость ее доходит до 12 тысяч рублей в месяц. В Чебоксарской республике, в городе Чебоксары оплаты за пребывание групп продленного дня нет. В основном работа ведется за счет часов внеклассной работы. Рассчитывается, что учителю дает 30 часов в месяц, которые оплачиваются, соответственно, из бюджета. И в месяц доплата к заработной плате учителя доходит до 2400 рублей. Следует отметить, что Алена Игоревна, председатель комитета по образованию Государственной Думы, активно борется за внесение поправки, статью 66 пункт 8, для того, чтобы ее исключить в плане оплаты. И думаем, что данный вопрос будет решен. 10 марта этого года в Цивильском районе произошла крупная авария, унесшая жизни пяти человек. 55-летний перегонщик инкассаторской машины вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с легковой и грузовой машинами. Сегодня виновнику аварии был вынесен приговор. Водители на марке, две женщины и двое малолетних детей погибли в результате ДТП на трассе «Волга». Максимально возможное наказание, которое грозило мужчине – семь лет лишения свободы. Назначив наказание перегонщику в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении, суд принял во внимание содействие следствию и признание им вины. Напомним, что виновник аварии в результате столкновения не пострадал. Инкассаторщик считал, что трагедия могла произойти из-за неисправности нового броневика. Однако в ходе расследования эта версия не подтвердилась. Лишить свободы не значит лишить человеческих условий. Чебоксарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Чуварской республики провела проверку в исправительной колонии номер 6 и выявила некоторые нарушения законодательства. В двух камерах штрафного изолятора со стены потолка отслаивается лакокрасочное покрытие внутренней отделки. В отряде строгих условий отбывания наказания также требуется проведение текущего ремонта. В другой жилой секции на одной стене видны следы плесени. Функционируют только два светильника из четырех, а стекление окон является одинарным. На одном окне и вовсе отсутствует стекло. В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой в отношении двух должностных лиц исправительной колонии возбуждены дела об административном правонарушении по статье 6.3 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях, а также в адрес начальника колонии внесено представление. Стоит заметить, что вопросы материально-бытового обеспечения осужденных регулярно проверяются сотрудниками прокуратуры при посещении колонии и, как правило, в случае их выявления всегда вносятся акты прокурорского реагирования. Нарушения по данной статье не единичны. Несмотря на то, что здание колонии не новы, минимальные стандарты бытового обеспечения осужденных должны все же соблюдаться. И ответственно за это в первую очередь администрация. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. 21 сентября во всех районах республики пройдет Кросснации. По предварительным данным, в Чебоксарах и Новочебоксарске уже изъявили желание выйти на старт более 54 тысяч участников. Подробнее в следующем сюжете. Кросснации проводятся уже 11 раз. Место и время проведения остается прежним в 12 часов на Певческом поле в Чебоксарах. Однако небольшие изменения все-таки последуют. Идеально приняли решение такое, что перед вот этим массовым забегом будет зарядка со звездой. Опыт, он действительно хороший. То есть поднять эмоциональный фон, эмоциональный уровень перед забегом. В качестве звезд выступит двукратный чемпион мира по спортивной аэробике Алексей Германов и олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Елена Николаева. Именно они проведут разминку перед бегом. Но одной разминки недостаточно. Принять участие в забеге возможно лишь при наличии допуска от врачей. Допуск у детей, подростков, организованных детей, то есть это училищи, университеты, техникумы различные, они проходят в стенах своих учреждений, у медработников или же по месту территориального прикрепления в участковых больницах. Все остальные желающие, любители, кто, например, не смог по какой-либо причине получить справку допуск, могут это сделать в день кросса наций в фойе театра оперы и балета с 9 до 11. Помимо столицы кросс пройдет в каждом районе Чувашии. Приверженцев здорового образа жизни в селах и деревнях немало. Поэтому легкоатлетический забег расширил свои территориальные границы. Поставлена задача максимально информировать о данном событии всех горожан. Если в предыдущий год наше количество участников остановилось на цифре 3 112 человек, то в этом году муниципалитетам поставлена задача превысить планку в 4000 участников. Я думаю, что это вполне реально. Дистанции же и номинации, независимо от места проведения, будут одинаковыми по всей республике. Участники массового забега должны постараться преодолеть 4000 метров. А для желающих побороться за место на пьедестале, дистанция варьируется в зависимости от возраста участника. Более подробное расписание можно увидеть на сайте Министерства физической культуры и спорта Чувашии. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Наши тяжелоатлеты вовсю готовятся к Кубку России по гиревому спорту. Он состоится с 25 по 29 сентября в детско-юношеской спортивной школе «Спартак». На турнир приедут около 200 спортсменов из 30 регионов нашей страны. Среди них чемпионы и рекордсмены мира, заслуженные мастера спорта и мастера международного класса. Судить соревнования будут приезжие рефери, имеющие всероссийскую категорию. Пока в Чувашском гиревом спорте таких не очень много. В преддверии Кубка России в Республику переедет председатель комиссии судей Всероссийской Федерации гиревого спорта Владимир Рассказов. Он проведет аттестацию местных судей. Возможно, у них появятся новые категории. Я думаю, этот турнир будет очень богатым на спортивные успехи. Будет, я думаю, очень много рекордов. По итогам этих соревнований отбирается команда Российской Федерации для участия в чемпионате мира по гиревому спорту, который состоится в Гамбурге в ноябре месяце. В здоровом теле здоровый дух. Эту аксиому вместе с точными науками стараются прививать детям со школьной скамьи. В преддверии международного форума в школах республики проходят самые разные спортивные мероприятия. Чебоксарская гимназия номер один встречала сегодня особенного гостя. В то время, как сверстники дергали девочек за косички и играли в казаков-разбойников, Леша усиленно занимался в зале. Не жалея себя, изо дня в день учил сложные акробатические элементы под руководством тренера. Успех не заставил себя ждать. Сребряный призер чемпионата России и Европы. Чемпион мира по спортивной аэробике. Мастер спорта России. Вот неполный список званий, которых удостоен 20-летний Алексей Германов. Безусловно, спорт очень важен. Люди должны жить спортом. Тренироваться, как и профессионально, так и для себя. Чтобы развивать здоровье свое, свое тело. В общем-то, даже мозг в какой-то степени. О том, как правильно развивать мозг, гимназисты знают не понаслышке. Помимо учебы, воспитанники гимназии принимают активное участие в спортивной жизни республики. К примеру, никогда не пропускают кросс-нации и лыжню России. Сегодня в гимназии еще одно спортивное событие. Соревнования по пионерболу среди шестых-седьмых классов. Люди должны заниматься спортом, ведь это очень важно. Благодаря ему у нас будет крепкое здоровье. Я занимаюсь танцами, ну и занималась волейболом. Мне это очень нравится. Я советую всем заниматься спортом. Это очень хорошо, что проводят такие спортивные мероприятия. Я занимаюсь секцией волейболом. Наша школа заняла в прошлом году первое место в среде Чувашской республики. Спортивный день принес гимназистам большое удовольствие. А когда он проходит еще и вместе с чемпионом мира, что может быть лучшим? Чтобы все ваши цели, задачи, которые вы перед собой ставите, исполнялись, для этого нужен непосильный вклад, естественно, воля. И идите только всегда вперед по жизни. Все у вас получится обязательно. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. Бегали, подтягивались и стреляли. Ровно пять дней юные патриоты со всего Приволжского округа соревновались в силе и ловкости в Оренбурге. Состоялась военно-патриотическая игра «Зарница по Волжье». Борьба за победу развернулась нешуточная. Подробности у Юлии Важениной. Кросс на тысячу метров, эстафетное плавание, стрельба из пневматической винтовки, строевая подготовка, метание гранаты, тактическая игра на местности. Все это и многое другое пришлось осваивать юным армейцам. Финал военно-спортивной игры «Зарница по Волжье» во второй раз в истории Приволжского федерального округа проводится в Оренбурге. Масштабный патриотический проект для молодежи и школьников объединил 14 команд из регионов ПФО. На полигон приезжала и команда из Чувашии. Третий год выступаем в группе «Зарница». На следующий год уже Орденок будет у нас. Наши выпускники ежегодно человек 5-6 поступают в ВУЗы или в МЧС, ФСБ. Такие структуры у нас в выпускниках очень много. Мне это нравится, когда мои выпускники приходят после ВУЗов с красным дипломом заканчивают. О дальнейшем образовании и карьере в ведомствах ребятам на соревнованиях рассказали сотрудники МВД России и специалисты ГИБДД. Как оказалось, многие из участников серьезно нацелены на будущую работу в силовых структурах. Военность мне больше как-то нравится. Пойду в армию после армии, пойду по программистам, отучусь по программистам, обратно пойду в армию. С техникой работать, электроникой. Нравится спортивно, себя лучше чувствуешь. Никак, за компьютером неохота сидеть, поэтому движение, жизнь. Я хочу посвящить в МЧС, потому что благородная работа, спасать жизни обычных людей. Переходящее знамя военно-спортивной игры «Зарница по Волжье» на этот раз досталось команде Оренбургской области. Победный очковых копилку принесла стрельба с места. Второе место заняли ребята из Республики Башкортостан. Бронзу разделили юно-армейцы из Пензенской и Нижегородской областей. А «Зарничники» из Чувашии попали в десятку лучших команд соревнований. Юлия Важенина, Республика. В Республике продолжается подготовка к международному форуму «Россия – спортивная держава». Свою лепту вносят и самые юные чебоксарцы. В дошкольных образовательных учреждениях сейчас идет марафон «Дети, спорт, здоровье». Каждый день малыши делают зарядку, участвуют в эстафетах, встречаются со знаменитыми спортсменами. В 156-м детском саду сегодня прошел велопробег. Крики болельщиков не умолкают. Всем интересно, кто же первым объедет здание садика. На трассе, двух-, трех-, четырехколесные велосипеды и даже самокаты. Гонкам ребята готовились заранее. Я делала зарядку утром. Я все лето каталась на самокате, тренировалась. А мне папа подкачал колеса и мы помыли велосипед. А вот железный друг Вани Карасева остался дома, далеко отсюда, в Украине. Но мальчик все равно вышел на трассу. Я тоже участвую в гонках. Мне велосипед дал друг, а дома был полегче, а этот тяжелый был. После массового старта малышей ждали индивидуальные заезды. Многие впервые в жизни ездили змейкой. Но самым азартным стали соревнования взрослых, родителей и работников сада. Малыша! 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 Ура! Я первая! Малыша! Малыша! Поэтому мы устроили велопробег колесо дружбы. Мы не соревновались на скорость, а старались приобщить детей к здоровому образу жизни. Медали, а также заряд бодрости и хорошего настроения получили все спортсмены. А организаторы велопробега решили проводить его ежегодно. Мария Шокльева, Андрей Шокльев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова